На каком этапе сейчас реставрация колоннады, что происходит и когда завершатся работы наконец-то? Ну если не будет никаких помех, то работы постараемся завершить в течение месяца-полтора. Если будет мешать погода или какие-либо другие проблемы возникнут, придется продлить работы. На данный момент мы уже освобождаем колоннаду от лесов, в связи с тем, что закончились все работы по кровли, по потолку. Опускаемся постепенно вниз. Места стыковки колонны с лесами на данный момент очищаются, шпаклюются. Когда все будет завершено, будем заниматься благоустройством. Демонтаж лесов планируем закончить до конца следующей недели. Можете озвучить, на какую сумму работаете сейчас? Сколько бюджет выделил? Бюджетом было выделено порядка 50 миллионов. Часть из них это гидроизоляция дворца. Порядка 30 миллионов это сама колоннада. Не могу говорить назад. Ребята, не обижайтесь. Перерывы обумовлены тем, что погода, реставрационные работы нельзя вести ни в жаркое время, ни в холодное время. Жаркое время в конце концов можно ночью, в мороз нельзя ночью тоже. Поэтому мы по погоде старались не работать. Как только позволяли погодные условия, продолжали работу. А сейчас не ведутся работы по отделке, сейчас ведутся работы по демонтажу лесов. Скажите, пожалуйста, как ситуация с дворцом? Понятно, колоннада здесь меньше работы, во дворце они масштабнее, но все-таки... С дворцом проблематичнее, потому что в дворце располагается дом детского творчества. Пожарные нормы нам не позволяют. И мы сейчас на стадии переговоров между Министерством культуры и пожарниками. Пожарники требуют сделать еще два выхода, то, чего не разрешено нормами ДБН реставрации. Поэтому пока согласовать у нас не получается. А можете назвать, какие материалы использованы непосредственно в реконструкции колоннады? Потому что есть версии, что ее проблемное состояние произошло из-за того, что там 8 слоев бетона было использовано. И вначале нам перестали дышать. Нет, не 8 слоев бетона, а 8 слоев штукатурки. Потому что ее не реставрировали, а каждый год так называемый текущий ремонт красили. И на слоении краски было очень большое количество. Более 6 сантиметров. На данный момент сейчас эти слоя сняты все. И восстановлена шпаклевка и штукатурка. Ну, штукатурка и шпаклевка, покраска. Это один слой, который даст нормально работать всем колоннам и всему материалу. Скажите, пожалуйста, насчет амфитеатра. Вопросы грота. Все мы помним скандал, когда стали разбирать эти старинные камни, плиты. Чем сейчас будет облицовано? Возвращены ли они частично обратно? А какие материалы используют? Амфитеатр выложен полностью снова из ракушника. Оставить старый не получилось, потому что за годы, которые он провел под землей, засыпанный, когда сняли слой земли и дали постоять высохнуть ракушнику, он полностью рассыпался. Сейчас восстановили тоже из ракушника и облицовывают ямпольским песчаником. А тот, который был, его собрали и отправили в музей. А с гротом, одесситом он будет доступен или его закроют? Сейчас пока закроют, пока не решат четко, что там будет конкретно. Музей. Если музей, то это тоже должен быть проект, что там должно быть, какие должны быть материалы для того, чтобы музей можно было создать. Скажите, пожалуйста, почему такая маленькая часть амфитеатра установлена? Или это еще не финальная версия? Вообще-то это не финальная версия. Пытаются, идут переговоры с Министерством культуры, чтобы открыть все, но пока технически мы не видим возможности. У нас, когда был полностью открыт весь амфитеатр, весь сад, здесь не было тещиного моста. Сегодня это проблема стыковки тещиного моста со старым. Поэтому пока идут разговоры, пока только. Как будет это на самом деле, сказать не могу, все будет зависеть от проектировщиков и от исследований. Ну, по поводу крыши вопрос. Установили новую, она теперь черная. Ну, как говорится, хвастайтесь. Что значит хвастаться? Ну, что это материалы, кто... Это сланец. При производстве работ, после того, как сняли крышу во время реставрации, там нашли несколько видов отделочных материалов, которые были на крыше. Нашли сланец, нашли красную черепицу, ну и сама крыша была покрыта оцинковкой. Долго сидели наши специалисты в архивах, нашли, что первоначальный вариант покрытия колоннады был сланцем. Ну, было принято решение покрыть сланцем, так как было первоначально. А что именно это за сланец? Ну, конкретно я вам могу сейчас так сказать, какой сланец. Сланец закупили, сланец... Я имею в виду, просто он черный, то есть... А так и был черный сланец. Были пластины черного сланца. Скажите, пожалуйста, бетон использовался, потому что, когда, мы помним, делали опалубку, тоже активисты, архитекторы говорили, что, а, сейчас зальют крышу бетоном. Использовался это? Использовали бетон только в одной части, не заменив одну деревянную балку на бетон, балку, которая связывает между собой все 11 колонн, 11 пар колонн. Это больше все остальное восстановлено точно так, как было при графе Воронцове, или как оно там сегодня сказать. Аутентично невозможно назвать, потому что лес достать такой, который... и спросить у Воронцова, где он брал этот лес, невозможно. А еще такой вопрос по поводу цвета, кстати, колоннады. Если не ошибаюсь, там, ну, вначале шла речь о том, что она должна быть суммарно там трех цветов разного оттенка серого. Как сейчас ситуация? Значит, мы видим, что она белая. Ну, это тоже один из оттенков серого, только совсем-совсем светлый оттенок. Она не чисто белая. Ну, верх крыши у нее должна была быть... Черная. Черная. Ну, темно-серая. Темно-серая, потом и колонны посветлее, и низ должен был быть ямпольским песчаником. Ямпольский песчаник никак не серый, он всегда был чуть-чуть бежеватый. Да, ну, то есть, в принципе, будут ли эти текстуры соблюдены, или она... Они соблюдены. Она белая, я же еще раз говорю, она не чисто белая. Если взять выкрасы, которые мы здесь делали с химиками, то это не чисто белый цвет. Чисто белый цвет, он совершенно иначе смотрится. А когда ожидается окончание работы? Ну, если все будет в порядке, постараемся через месяц-полтора раз убрать полностью. То есть, до дня места вы все будете все заработать? Ну, мы не ставим даты. Как сделаем, так будем открываться. Как не сделаем, ну, пока погода позволяет. Но после того ветра, который был, пришлось здесь тоже немножко вносить свои коррективы. Мы не смогли работать и демонтировать леса. Финансирование идет полностью за счет горсовета, либо есть какие-то еще? Финансирование... Частично финансировали из области полтора миллиона на закупку солнца. Все остальное горсовет. Что к работе, какие уже были проведены, какие будут в этом месяце? У нас выполнены, что касается по проекту, практически все работы, кроме облицовки. То есть, наружная облицовка, она уже начата. Вы чуть позже это увидите, потому что и парапет у нас уже облицован ямпольским песчаником. И сама часть стереобата, фасад со стороны моря, тоже облицован ямпольским песчаником. То есть, облицовочные работы в настоящий момент проводятся. Как вы видите, уже и по окраске большая часть сделана. Поэтому ближайшее время это окончание работ по внешнему, внешней окраске и облицовке. И, конечно, благоустройство. Сколько потребностей еще будет завершено? Ну, как сказал представитель заказчика, месяц-полтора, если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, погоды, никаких проблем не будет. Скажите, пожалуйста, насчет бетона. Не утяжелит ли он действительно крышу, потому что... Мы это обсуждали, я говорил это неоднократно. То, что при расчете монолитного пояса, который заменял деревянные балки, то вес пояса и того сечения тех балок деревянных, они практически совпадают. Потому что балки были в два ряда. Там в общей сложности было три балки сечением более 30 сантиметров. А монолитный пояс, на который опирается конструкция антамблемента, он не превышает 15 сантиметров. Поэтому никакого утяжеления у нас не происходит. Делали специальные исследования? И как долго они проводились, и кем они проводились? У нас исследования, обследования технического состояния, у нас это является исходными данными для проектирования. Но на протяжении всего выполнения работ по колоннаде были повторные исследования. Они проводились как со стороны представителей не проект реконструкции, то есть киевлян, так и в содействии с сотрудниками нашей организации. И выполнялся и химико-технологический анализ. Мы изучали выбранные образцы не только кровельного покрытия, но и всех слоев окраски и отделки, которые выполнялись на протяжении всего периода эксплуатации нашего объекта. Территория биле колоннады будет? Как изменится? Да, конечно. Будет замена покрытия, то есть и внутри амфитеатра, предположительно, это будет гранитная плитка. Ну и, естественно, все и благоустройство, кстати, и устройство газонов. Также предусмотрено в объеме благоустройства это организация дорожек для маломобильных групп. И у СЭЦ его наибольший месяц? Это в рамках будет благоустройство, которое будет выполняться, да. Но благоустройство может выполняться только после окончания демонтажа металлоконструкции лесов, которые вы наблюдаете. А к обследованию скажите, пожалуйста, если проводили действительно обследование, как долго простоит колоннада без единой трещинки? Потому что у нас иногда каждый год будет трещина, штукатурки. Ну, смотрите. Гарантия сколько? Без трещинки у нас очень много факторов, которые могут на это влиять. Когда колоннада строилась, даже при Воронцове, есть такое понятие, после сдачи объекта это необходимое мероприятие по поддержанию данного объекта. То есть это относится, наш объект относится к памятнику национального значения. После выполнения работ будут даны определенные рекомендации, что необходимо постоянно выполнять, чтобы внешний вид и материалы, из которых стоит наш объект, оставались в таком же виде, и она не деформировалась, она не разрушалась. То есть это все будет зависеть от того, как будут ее эксплуатировать. Но все-таки гарантия какая? Сколько даете? Смотрите, по нашим нормам есть расчетные... Согласно с учетом всех материалов и конструкций, из которых состоит колоннада, дается 10 лет. Но, еще раз говорю, постоянный процесс эксплуатации и надзором за данным объектом. Какая сумма была вытручена с початку объекта? Извините, ребят, я авторский надзор, это вопрос к заказчику. Вы задавали вопрос про вот этот сток, водосток. Давайте уже ответим на этот вопрос, потому что потом опять скажут, что они ответили. Вот водосток, который показывают фотографии, то он был, то нет, будет ли он или нет? На протяжении всего периода, десятилетий с момента постройки колоннады, есть данные, есть фотографии о том, что в первоначальном виде водостока не было. Потом при разных властях это все устраивалось, потом снимались. При румынах была одна форма этого водостока, сняли. В постсоветское время было второй тип водостока. Мы не предусматривали водосток, потому что мы, во-первых, мы все-таки ее восстанавливаем более к первозданному виду. И при устройстве кровли, то есть на стиле сланца, мы предусмотрели все мероприятия из современных технологий, для того, чтобы никакого намокания, ни несущих конструкций, ни отделочных слоев антаблемента и всей колоннады не происходило. Вот поэтому нецелесообразно внешний вид нашей колоннады портить данными водостоками. Вот очень, пожалуйста, стосовно, ну, по-перше, який период колоннады берется за основу для реставрации? То есть Севронцовский или немного позже? Ну, у нас, честно говоря, мало данных сохраняется на протяжении всего времени. Поэтому с каждого периода у нас есть разные фотографии. По одной-две фотографии, там, в течение, там, 50 лет, да, если брать промежутки. То есть мы используем, использовали данные практически первозданные, то есть ближе к периоду Воронцова. А еще так, пытание, сусонно-поляру, текстуры, ну, что не совсем сразумило, ну, я еще дивлюсь, я бачу, что она била. Якция, может? Смотрите, по поводу окраски. Я упоминал, что мы делали химико-технологический анализ. То есть берутся пробы неопределенных слоев, а всех, которые проходили на протяжении, были окраски на протяжении всей эксплуатации колоннады. И было принято решение использовать один из первых, один из первых слоев по этой окраске. То есть, что касается стереобата. Есть подтверждение, что он был облицован ямпольским песчаником. Сейчас мы видим, что работы по ямпольскому песчанику выполняются по облицовке. Это касается всего стереобата. Колонны, антаблемент. Было множество наслоений. И серые, и белые, и приближенные затирки с использованием самого ракушника. Под песчаный цвет. Но наш объект был взят под охрану в белых оттенках. И мы взяли за основу и реализовали ее. Это оттенки серого. То есть сейчас колонны и антаблемент у нас в оттенках серого, приближенные к белому. То есть может казаться, что это белый, но на самом деле это все-таки серый цвет. Давайте повернемся до слайнца. Как это работает в практике? То есть, если пьет дождь, то он будет его всмоктывать или как? Нет, нет. Он его не впитывает. Он выполняет функцию отводящую. То есть, если да, там идет по технологии. Раньше упоминали, что угол самой кровли, колоннады, при воронцовике достроили, они не соблюли необходимый для того, чтобы предотвращать замокание. Поэтому сейчас, когда мы использовали и укладывали сланец, мы делали тройной нахлест. Это специально, это максимальная технология по укладке для максимального предотвращения попадания влаги под сланец. Я прошу прощения, говорите, пожалуйста, на камеру первого городского. Ну, дело в том, что для того, чтобы ограничить попадание всей влаги в экстренных ситуациях, да, там, при формажерных обстоятельствах, там, ливне, то основа под сланец – это специальный материал, который дополнительно гидроизолирует все покрытие кровли. То есть, мы можем гарантировать, что влага во внутрь колоннады, то есть, как внутренняя пространство антаблемента, она исключает ее попадание. По поводу сланца еще пару слов. Да. Антибентальное покрытие будет использоваться? Потому что мы помним, здесь всегда была живопись от туристов, и всех остальных всегда были расписаны колонны. Как это сейчас будет контролироваться? Будет охранник или покрытие? Мы хотели использовать разные варианты, но на данный момент мы ищем те составы, которыми можно покрыть ту часть, которая находится в уровне, в доступности наших недоброжелательных жителей и остальных. Но на данный момент окончательного решения нет, потому что все краски или составы, которые сейчас можно использовать, они будут негативно влиять на саму несущую структуру и материал. Последний вопрос по поводу сланца. Скажите, я могу быть неправ, некоторые имеют мнение, что он должен быть красный. Почему он черный? Расскажите, пожалуйста, потому что никто так и не рассказал. И что это за сланец вообще такой? Потому что в интернете много таких вот сообщений уже о том, что это за сланец. Хотелось бы, чтобы нам кто-то на камеру так выговорил. По касаемо сланца, почему принят черный цвет, да? Потому что при демонтаже кровли и антаблемента были найдены именно фрагменты темного сланца. Поэтому и решение было принять только темный сланец. Откуда сланец? Что это за вид сланца, можно быть, можете рассказать? То есть, причем его уникальны, потому что в интернете писали, что это уэльский. Насколько я понимаю, у него есть определенные преимущества домовского климата. Сам сланец, у него нет, он, это камень. Это тонко напиленный слоен, определенный вид породы. Он напилен, то есть сланец, ну, обычный, ребят. Какой-то конкретики и уникальности. Стоп, то есть то, что они, то, что в интернете написали, что это уэльский, это... Это фейк? Ребят, я не могу опровергать интернетовские высказывания и надписи у каждого свободы воли и писать, что необходимо. Я, на жаль, не могу сказать джерло, не помню, правда. Але было такое поведомление, что это уэльский сланец. Чи можете вы спростовать это? Я никакое решение по сланцу опровергать не буду. Я думаю, что в определенной форме вы можете это затребовать или узнать, обратиться к заказчику, к генподрядчику. Спасибо. Спасибо.